Приветствую подписчиков и гостей канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 3 мобильных телефона Panasonic по отзывам покупателей Яндекс.Маркета. В данном случае на рынке доступны только телефоны Panasonic кнопочные, да, то есть это так называемые бабушкафоны. Ну и первая модель, которая действительно заслуживает внимания и для пожилых людей очень даже подходит, это Panasonic KX-TU456RU. В данном случае у него одна сим-карта, но этот недостаток компенсируется достоинствами данного телефона. Ну, во-первых, стоимость для раскладушки такого качества в принципе невысокая, 3349 рублей. При этом гигантское количество положительных отзывов, огромный срок, скажем так, продажи этого телефона, ну и накоплен большой опыт в плане его и ремонта, и обслуживания, поэтому проблем с этим телефоном в принципе не будет. Плюс очень хороший, на который обращают внимание, это то, что он разблокируется при открывании. Если вот обычные телефоны, бабушки, дедушки подслеповатые мучаются, что вот надо там определенную комбинацию клавиш нажать, здесь же открыли, он разблокировался и звоните, то есть бабушка не расстроится, что не сможет позвонить внуку, например. Размер у него нормальный, да, как в сложенном, так и разложенном варианте. Настройка шрифтов по размеру, то есть опять же, если бабушка подслеповатая, можно увеличить шрифты как надо. Три отдельных клавиши для быстрого вызова, то есть им максимально удобно пользоваться. Очень хорошая слышимость у него, опять же, по отзывам покупателей. Громкий звонок, большие кнопки здесь, да. Ну и в принципе телефон довольно красивый, ну по крайней мере пожилым людям он кажется красивым, удобным. И многие уже взяли не по одному разу данную модель. Ну просто бывает, что разложил, бросил там куда-то на кресло, сел на него сверху, сломал, ну естественно, приобретают новый потом и в общем-то не жалеют. Хороший очень вариант. Цвет приятный такой, хотя если не нравится красный цвет, можно взять и в других цветах, поэтому данная раскладушка, она будет работать несмотря ни на что. Плюс у неё заряд неплохо держит батарея. Ну опять же, надо смотреть, чтобы свежая была батарея, потому что на старых моделях есть такой казус, да, что продавцы впихивают батарейки, которым уже по 2, по 3, по 4 года. Ну и соответственно, такая батарея, она очень быстро приходит в негодность. Поэтому со свежей батареей данный телефон будет работать без проблем. Ну я не буду здесь говорить про камеру, про экран, это понятно. Следующий вариант, телефон Panasonic KX-TF200, уже двухсимочный, что неплохо, 2 микросимки туда вставить можно. 1000 мАч аккумулятор, но его в принципе хватает, то есть такой бабушке фон, он в принципе заряд сильно не ест, поэтому нормально здесь. Тоже не буду говорить про камеру и прочее. Внешний вид, вот в красном цвете корпус мне нравится больше всего. Он такой достойный, то есть слышно в нём хорошо. Звонок очень громкий у этого телефона. Разъёмы присутствуют все необходимые. Достаточно как бы крупные кнопки. Ну в принципе, если брать классический сотовый телефон, то как бы за свои деньги, за 1519 рублей, очень хорошее предложение. Он хорошо ловит сеть, если обратить внимание на отзывы. Два динамика, отличная слышимость в обе стороны, неплохой аккумулятор, которого хватает на 4-5 дней. Динамика шустрый, моментально реагирует на команды, есть смарт-поиск, ну ещё тут куча всяких достоинств, которые человек перечисляет. В том числе и фонарик удобно включается, ну и достаточно компактный размер. То есть это не кирпич, который надо двумя руками держать. Есть и недостатки. То есть он отвечает на входящий вызов тремя кнопками. Приёма вызова, левый функциональный и ещё центральный на джойстике. То есть можно случайно в кармане нажать, ну и будет приём нежелательных звонков. Звонки при автозаписи сохраняют в папках по имени звонящего, вроде удобно, но папки создаются и сохраняются по времени поступления звонка, а не по алфавиту. Ну, как бы честно вам скажу, что эти недостатки уже для человека, который шарит в телефонах. Для бабушки эти недостатки, ну кроме вот пожалуй приёма звонка, они в общем ничего не скажут. Она не будет ни календарём пользоваться, ни сохранять автозаписи звонков. Вряд ли это всё будет делаться, поэтому нормально он будет работать. Опять-таки всё зависит от того, как пользоваться. То есть если вы прошаренный, что называется, владелец телефонов, то вам пожалуй этот аппарат не подойдёт. Ну а для, что называется, пожилых людей, для людей непритязательных, которым нужен аппарат для работы надёжный, это нормальный вполне вариант. Ну и со своей стороны могу сказать, что за такие деньги, в общем-то, это один из лучших кнопочных телефонов на рынке, поэтому присмотритесь. Ну и наконец завершает наш рейтинг телефон Panasonic AXT-U150RU. Тоже он двухсимочный идёт, но гораздо попроще предыдущего варианта. Ну и откровенно говоря, по завышенной цене сейчас продаётся. Хотя батарея-то у него получше, 1400 мАч, ну и номинально должна держать гораздо дольше. Хотя могу сказать, что положительных отзывов об этом телефоне не так и много, но они есть. Вот в частности человек пишет, что у него большой экран, большие кнопки. Ну насчёт большого экрана я бы поспорил, а вот большие кнопки действительно, то есть подслеповатому человеку будет приятно нажимать, да, на эти кнопки всё видно. Ну вот кто-то тут не может с настройками разобраться этого телефона, хотя на мой взгляд там всё достаточно просто. В целом аппарат достойный, но не достоин первого места нашего рейтинга, поэтому мы его и поставили на третье место. Ссылки на лучшие мобильные телефоны Panasonic вы найдёте в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам доброго.